Здравствуйте! Сегодня со своим замом по огневой подготовке Виталием буду рассказывать ему о всех недостатках и преимуществах ППШ. Теперь он просто стал машиной для убийства. Мы прогуляемся, поговорим о сталкерских проблемах и радостях. Пошутим маленько. Короче, постреляем, походим, из ППШ маленько. Виталик насладится всей мощью этого шикарного оружия. Это этих кабанов. Короче, я у тебя буду лучше шкуры покупать. Все, никуда не девай, по хранилищам ложи. Нужны, короче, будут кабани шкуры. Пластины верлеок нужны. Ну, вот три ингредиента. У меня задания есть, мне за них дают денег, короче. 300 тысяч. Ну, видя, видел же, да ты такое? Ага. Это че так мало-то? А? Ну, ладно. Давай, сколько тебе еще надо? Ну, давай побольше. Не ж ведись в магазины по 200 тысяч, я продаю один. Ну, в принципе, ладно, пойдет, короче. Видосы с тобой хорошие получаются. Вступайте в клан Международное Правительство. Будем делать вместе походы в разные локации. Сходим и на Везувие, и в аэропорт, и на Тунгуску. Будем вместе выполнять ивенты. Например, постреляем собак в аэропорту. Сходим на Паукана со временем. На Паукана пойдем, Виталий, нет? Кстати, о птичках. С ППШ, если с собой магазинов 10 брать, то на Паукана можно ходить. Представляешь, нет? А вот в такой амуниции, как мы сейчас с тобой, там даже нечего делать. Ну все, теперь у тебя два автомата. Что ты думаешь, это? Взять, оставить что, СКС или АК-шку? А, ты все, СКС, это-то вообще выкинь. Байду эту, фонтовую. Ну не выкинь, а его надо, знаешь, для чего оставить, СКС. Для торжественных событий. Типа, знаешь же, на плечо его можно взять, СКС. А, ну да, да, да. С ним в Кремле до сих пор на вооружение не состоят. Для того, чтобы, короче, с ним и почетный корол уходил. Короче, СКС положить надо в хранилище. Да. Но можешь воборот запустить его, если купят, что там, нисколько они стоят, 200 тысяч. Сейчас ты оценишь всю мощь ППШ, Ты стрелял вообще из ППШ? Нет, ты че? Нет? Ни разу не расладишься? Ты офигеешь, как он валит. Это как бы там, ну, отчасти такое прелестное орудие ППШ. Ну, мы сейчас посмотрим, Ксюха и ППШ, ты просто сейчас будешь супер боевая машина. Ну вот, пойдем сходим. Куда-нибудь постреляем. Это мой сыненько. Вот вчера-то мы медленных бесов где крошили, да? Там такие задания... Ты че другого видел? Ну, так это там, на Везувии, это вообще супер миссия. Ты там даже быть-то не должен будь. Ну как? Набирать тема. Да я тебе говорю, это вообще аппарат. С ним можно гонять вот в таком виде, как ты есть, и копить деньги там на автомат, но ты вооружен все, короче. Ну, для Любича просто машина-убийство. Единственное, что уровень у персонажа не у тебя, не у меня, не прокаченный. У тебя какого уровня, че? Персонаж? Угу. Буковка К. А, во-во-во-во. Ну, Ангель, да? Ну, у меня бой седьмого, выживание восьмого, восьмого, поддержка восьмого. Ну, вот этот персонаж, с которым сейчас ревакат, он такой же, как ты. В точности, по уровню. А, второй посильнее он. Вон, чувак, видал, в собаку даже попасть не может. Давай вот его возьмем. Ну-ка, стой. Стой, брат. Стой, стой. Да, попробуй. Вон, они, пока новички не идут на контакт, думают, что все что-то их все обмануть хотят, как в жизни. Да, вообще, они геймеры такие, ну, конкретные, у которых такие машины есть. А они маленько отличаются от других людей и в жизни, правильно, нет? Ну, мне так кажется. Вот, новичок, иди сюда, кто такой? Здорово. Вам хочешь? Вот нам такого надо, какого-нибудь, конкретного. Да, и новички тоже пойдут. Да, все пойдут. Главное, народ. Главное, народ. Если бы человек 300 было, то можно и шапками закидать каких-нибудь вот таких, да? Бутылок с зажигательной смесью он раздавал всем просто, да? Ну, на крайний случай. Как они нападут, просто я все кругом сжег вместе с собой, короче. Теракт им как устроил, да? Вот у тебя привычка новичковская оружием в людей тыкать. Он пишет, я к вам в план не пойду. Да и пошел он. Привет, я мало играю, но спасибо большое. Спасибо, мне не берет. Главное, и меня не берет. Что-то у меня задание не берется. Ну, сейчас знаешь, что у тебя будет проблема с чем? Сто летной бумагой, представляешь, нет? Нет. И у меня с ней проблемы, короче. Сто летной бумагой? Бегут, видал, что? Пять штук. Че, как тебе ППШ в деле? Издалека он не очень, понял, да? А вот вблизи нападают. Прекраснее всех, короче, валить. Ну, когда вот уже тебя прям... Ты чувствуешь, что валят, короче. Да и издалека нормально. Целиться особо не надо, короче. Пристреляешься к нему. Просто он машина для убийства. А как только мне еще убить? Ну и часто его ремонтировать надо ППШ. Слышишь, че? Потому что боеприпасов, зато еще большой плюс ППШ, патроны дешевые. 7,62, ТТшные. Можно ТТшные, получается, таскать. И объем большой патронов. Да, да. И как бы кучность у него никакая. Патроны в разные стороны летят, но это помогает порой. Попадаешь лучше. По толпе стреляешь, например, в бегущих собак, когда они за комними гонятся. И сразу можешь убить с одного рожка штук 30. Представляешь? Ну, я знаю. Патроны в голову давать. Нет, просто очередь стреляешь и все. Как попало. Вот они бегут. Ну, короче. Ты всех убиваешь, а мне не без ППШ. Ну, красавчик, мне не жалко. Я могу и постоять по-дедовски. Теперь. С двумя-то автоматами. Чувствуешь, да, теперь мы этих бесов отстреляем, когда у тебя два автомата в две секунды. И у меня же будет два автомата. Вчера же с одним мы стреляли бесов. Вот тут собаки. Но вот издалека лучше с АКМ работать. А когда уже некуда деваться, то ППШ просто включает. Ну, теперь будет более сильнее качаться у нас, чем уровень поддержки, наверное. Лечиться, я думаю, будет меньше. Репутация разная, и задания бывают у персонажей разные. Это как бы прикольно, с одной стороны, что у всех по-разному, согласись. Вот он. Видишь, Саня бывалый. Попробуй с ним поговори. А, ты в ПВП-то участвуешь, кстати, нет? Так. Ты вообще знаешь, что такое ПВП? Да, я знаю. Там выходит, там, столько вас там человек в команде против другой команды. Да, да. Я не в первый раз играю. Ну, я спросил на всякий случай. Извини. А то, может, кто-нибудь вообще что-нибудь не знает. Ну, как бы я, например, там, не знал, как в зону попасть. Отдал автомат, как лох, прикинь. Туда. И денег. А потом еще полляма, я даже видос об этом снял. Я знал, что это развод какой-то. Держите полляма, посмотрите, что с вами будет. И как бы... Давай в ПВП пошли. Куда? В ПВП. В ПВП пошли. Водички попить. Единственный недостаток ПВШ, это знаешь, какой... Какой? Ты забучишься эти магазины заряжать. Добретенник, там, 72 патрона. Такой медленный процесс, штук 5 магазинов заряжать, это... У меня дед на фронте служил. Он мне, знаешь, что про ППШ рассказывал? Что все, нормальный автомат, но что вот эти круглые магазины, какой козел их, говорит, придумал вообще. Чтобы зарядить их, надо было в магазин вскрыть крышку, все патроны 72 ровно поставить, то есть нельзя зарядить 71, понял, да? Или 70, а только 72 именно. Вот их надо все расставить, а потом... Один держит в магазин, чтобы эти патроны не просыпались, а другой взводит пружину специальную, ну, которая подает их вдвоем, то есть заряжали магазины. И надо, чтобы зарядить чуть ли не стол, потому что так, говорит, чуть наклонишь, и патроны все упали, и все по новой, говорит, выкладывается. И рожок у него был на фронте, говорит, всего один. И рожков, ну, ни у кого не было по умолчанию. Это для штурмовых групп там, для десантников, ну, то есть не было рожков, это единицы прям как-то. Если у тебя рожок есть, то там пытаются все, короче... И, говорит, украли у него рожок. Свои же. Ну, в смысле, как свои же. Спал, говорит, на открытой местности, среди могил, говорит, на кладбище с пацанами. Расстелили, говорит, плащ-палатки. И легли прямо спать, не спали сильно долго, появилось время поспать. Проснулся, говорит, у меня магазина нету, все, говорит, на месте, ну, ничего не исчезло там абсолютно. Ни сигареты там, ни... Никакая амуниция. А рожка вот нету, украли. И больше, говорит, у меня не было никогда на фронте рожка в жизни. И ни у кого не видел. А что мы, получится, на ПВП запишемся вместе или как? Вот это, кстати, интересно, я еще не пробовал. Что, против всех правил? Я тебе вчера говорил про задание. Помнишь, Виталий? Кем-рай. Да. Заказы, видишь, слева, нет? Ну, это заказы. А что там у тебя написано? Прошу услуг белым, крайне невкусные бляки. Есть подозрение, что они обалдают способность мощного медали. Ну, бляки не надо брать, это их тут рядом не будет. Отстрел крыс есть у тебя там? Есть. Вот, отстрел молодых верлеок, можно брать, потому что тебе их так и так убивать. Заказ поступил от охраны ученых наемники. Наверное, будут благодарны, однако, не исключено, так можно подпортить отношения с белыми. Ванга татарина на Бауте. Ну, есть, короче, которые на кого-то влияют в разные стороны задания. А вот задания, их все не любят, давайте их убьем. Вот, такое вот задание. Заказ, их не любят, все, давайте их убьем. Я думаю, если поубивая уж 20 штук крыс, благодарны будут все, потому что крыс, в особенности мутировавших и агрессивных, любят все, ну или почти все. Такое есть? Да, есть. Вот, все, короче, отходим, пока пвп начинается. В любое место, где есть крысы, даже маленькие. Иди, покажу тебе чудо какое. И вот просто маленькую крысу долгим, и все. Как это так? А что это? Я уже три убил. Бля, тут монстров нету, нихуя. Во, тебя пригласили на пвп, нет? Да. Да? Угу. Так, теперь же надо в одну команду попасть. А, тут каждый за себя. Сейчас нам тут пизды дадут. У меня этот герой-то вообще с тозом. Хоть бы патроны были другие. Шансов практически убить никого нету. Как-то нам надо, короче, либо друг друга убивать почаще, короче. Либо, ну, сообщать что-нибудь о врагах. Не знаю, короче. Либо не убивать друг друга. Лучше убивать, по-моему, если... Причем стараться обоюдно. Вот это. Это ты стрелял, да? Обычно, знаешь, о чем говорит стрельба до того, как началось режим пвп? О том, что непрофессионалы в команде находятся. Это радунка. Заряжать надо магазины. У тебя их мало, кстати. И, кстати, ппш валит, конечно, но не сильно. Пробитие у него для пвп он слаб. Ну, пробивает. Маленький урон. Ну, завалить можно, но надо у него полмагазина выпустить. Да это тяжело пока. При нашем уровне, медленно двигающегося игрока. Было бы шикарно, если кланом пришел и делай тут, что хочешь. Я за тебя мещу. Нифига ты их валишь, да? Да. Нету игрового настроения. О, точно. Видел, да, Валентин? Не прицеливаясь из ружья, как он валит. Боеприпасы у меня телят, а что исчезло? Вон, вправо, вправо. Ух ты, че-то. Не попал. Сука. Ствол не успел опустить. И здесь гранату кинул. Угу Турить просто Сука, все равно этот персонаж. Видал? Да, Валентин? Тоса варит, просто им надо не целиться, а вот так вот. Вот сейчас один бы выстрел. Сука, не попал, да? Немаленько не успел. Один раз промазал, второй раз попал. Ничего, урон уже позитивный. А если в картечь взять немного осколков, то вообще будет она валить просто. Игруха вылетела. Спасибо, если досмотрели это видео до конца. Очень вам признателен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok